Это плата человечества за вход в космическую цивилизацию. Но она не должна быть чрезмерно высока. У землян нет пока запасной планеты. Даже если она и появится, нельзя разрушать свой дом, в котором прошло твое детство. Ты сделал первые шаги и научился понимать себя в большом космическом мире. В этих холмах трудно узнать развалины крепости. Цитадель древней цивилизации на перекрестках Великого Шелкового Пути, где ходили караваны со всего Ближнего Востока. Говорят, именно здесь, более тысячи лет назад, алхимики в поисках эликсира бессмертия изобрели порох. А уже позднее монахи-миссионеры перенесли эти знания в Древний Китай. Казалось, эту цивилизацию не поколеблет ничто. Больше тысячи лет их верования, обычаи, традиции, весь уклад жизни не менялся. Как примерно в V-VI веке до н.э. они начинали жить здесь большой родовой общиной, так все время бытования культуры, они так и сохраняли этот уклад. И все же столетия назад эту цивилизацию развеяло почти без следа. Сюда пришли другие люди. Они не строили городов, это были скотоводы. Их потомки по-прежнему пасут здесь своих овец и верблюдов. В середине 20 века это место стало началом новых путей. Космических. Космодром Байконур, самый большой по территории и по количеству запусков ракет, вырос на месте той таинственной цивилизации. Со своего рождения он стал главным космическим центром, притягивая всю инженерную и техническую мысль огромной страны. Даже спустя 70 лет после начала космической эры, одноразовая баллистическая ракета остается единственным экономически оправданным средством для доставки полезных грузов в космическое пространство. Но эта ракета владает одним недостатком. Одноразовые элементы конструкции, которые сбрасываются в ходе полета ракеты и которым куда-то где-то надо падать. Перед каждым стартом ракет за сотни и тысячи километров от космодрома выходят на свои маршруты такие автоколонны. Десятилетие работы этой команды было государственной тайной, так как по тем местам, куда она выезжает, можно вычислить характеристики наших ракет. Это граница одного из районов падения отработанных ступеней. Дорожная полиция заранее перекрывает трассу. Вскоре в ближайшем районе с неба обрушится тонный металл. А если он сюда упадет, что будет? Если сюда упадет, то значит будем рассчитываться с вами по факту. А-а-а. Не дай бог. Кажется, что сейчас ракета, подобно гигантской игле, прошьет купол неба над космодромом. Но все не совсем так. Двигатели первой ступени работают около двух минут. За это время ракета, направляясь к орбите, отклоняется от точки старта на сотни километров. 120. Есть переключение двигателей боковых блоков. Есть отделение боковых блоков. 500 секунд. Полет нормальный. Это команда специалистов первого района падения. От стартовой площадки 300 километров. Сюда падают отработавшие ступени. К месту падения направляется вертолет. Он указывает точку, куда необходимо прибыть к команде утилизации. Вывести, привезти рекультивацию земли. Там не должно ничего остаться. Вплоть до любой тряпочки, до любого болтика. А ракета летит дальше. При выходе из атмосферы, а вернее, когда сопротивление атмосферы заметно слабеет, отстреливается головной обтекатель. Он упадет во втором районе. Третьим районом будет место падения второй ступени. Это полтора, то и две тысячи километров от старта. Вот таков масштаб географии запуска. Мотоциклы мчатся по караванному пути, которому больше двух тысячелетий. Появляются развалины древней крепости. Это городище Алтынасар. В переводе с казахского – «золотой перевал». Крепости где-то 10-12 километров между собой. Их здесь кошмарное количество. Мысль есть съездить далеко, в автономку, надолго. Туда, откуда начиналась вся эта эра. Приезжаешь сюда, блин, ну, это третий век до нашей эры. Или даже глубже. Многие тайны древней джетеасарской цивилизации открыты благодаря тому, что в 50 километрах от этого места расположен космодром Байконур. Масштабный проект советской космонавтики по созданию многоразового корабля открыл миру забытую древнюю культуру. Благодаря тому, что шла реализация энергии «Буран», военные строители шли навстречу. Полностью были раскопаны два городища. Раскопано около тысячи могил. Археологи были очень довольны тем, что им удалось, когда реализовывалась программа «Энергия Буран», провести здесь большие раскопки. Энергия «Буран» – пик космического могущества СССР. Все, что осталось от уникальной системы, которую строила советская держава, памятник корабль возле музея космонавтики Байконура. Сегодня космодром «Байконур» Россия арендует у Казахстана. Поэтому нашей стране, как воздух, был необходим свой космодром. Его собирались строить в Приморском крае, на берегу Тихого океана. Это было удобно. Падающие после запуска ступени ракеты утилизировала бы сама природа – воды океана. Нашли гранитную плиту, где как раз вписывался старт. Прекрасно все. И, в общем-то, это Хабаровский край преобладал уже. Уже собрались уезжать, улетать. И состоялось землетрясение, которое в 100 лет один раз бывает. И вот там именно в этот момент состоялось землетрясение. То есть Господь подсказал – не надо. Новый космодром с названием «Восточный» решили построить на берегу реки Зея в Амурской области. Место выбрано не случайно. На ряду с сейсмоустойчивостью, на ряду со стоимостью проекта важным элементом являлась именно возможность размещения районов падения отделящих частей на территории Российской Федерации. 24 апреля 2016 года. Первая ракета «Союз» на новом космодроме «Восточный» начинает движение к стартовому столу. Еще немного и Россия станет полноценной хозяйкой космических орбит. И место пуска, и районы падения отныне расположены на территории страны. Никто не ожидал, что протестовать против космических стартов с «Восточного» будут в Якутии. Это один из митингов протеста в городе Вилюйск, Саха, Якутия. Участок тайги на юге республики необходим новому космодрому. Там должен находиться район падения второй ступени ракеты, стартующей с «Восточного». Какие слухи ходили накануне, что топливные баки в ракете наддуваются боевым отравляющим веществом с амином? Прячьтесь, люди, запасайтесь продуктами, прячьтесь, значит, иначе вы все погибнете. Каждый субъект решает какие-то свои узкие задачи, пытается какую-то выгоду себе поиметь. И родилась поговорка, что велика Россия ступени уронить негде. Трудно поверить, что здесь когда-то стояли десятки городов-крепостей. Во время нападения врагов горожане брались за оружие. Каждая семья жила в одной-двух небольших комнатках. И на протяжении более чем тысячи лет оказалось, что размеры комнат не менялись. Значит, и социальное устройство сохранялось таким же. Причем у каждой семьи был выход на крепостную стену. Две-три бойницы, которые должны они были оборонять в случае нападения на крепость. Это были не просто отдельные крепости. Это была мощная, тысячелетняя джетеасарская цивилизация. В ту неспокойную эпоху между городами была постоянная, весьма оперативная связь. Это позволяло общинам противостоять врагам и жить по единым законам. Есть такая легенда, что крепости строились в таком расстоянии, чтобы с одной крепости на другую был виден огонь прямой видимости. То есть в случае опасности зажигали костер, и жители следующей крепости, увидев костер, принимали к сведению, что идет опасность какая-то. Хотим реконструировать вот эти вот события, проверить, работает ли легенда эта или не работает. Возможно, еще одна тайна джетеасарской цивилизации будет разгадана благодаря тому, что рядом Байконур. Все эти байкеры-исследователи в обычной жизни – инженеры космодрома. Работаю на вакуумном комплексе, занимаюсь испытаниями на герметичность космических аппаратов. Байконур построен почти в идеальном месте. На ровной, как стол Казахской степи, с вертолета поисковиков хорошо видны упавшие с неба ступени. Однако районы падения космодрома «Восточный» – это глухая тайга, где упавшую ступень трудно найти. Прежними методами работать просто невозможно. Нужно создать средства, которые позволят локализовать зону поиска хотя бы километр на километр, не больше, а лучше меньше. Декабрь 2016-го. Полевой лагерь в горах Алтае в районе падения второй ступени ракеты, которая стартует с Байконура. Впервые здесь попытаются определить точное место ее падения с помощью аппаратуры, созданной для космодрома «Восточный». 118-я секунда полета и отделение первой ступени. На экране радара в лагере на Алтае появляется засветка цели. Видим падение боковых глобок. Однако все ждут отделения второй ступени. Она будет падать на Землю почти из космоса. Вторая ступень по телу к Земле – это 287-я секунда. Скорость – почти 4 километра в секунду. Дальность полета – порядка полуто тысяч километров от точки старта. В момент отделения высота 150-160 километров в зависимости от траектории уведения набирает где-то почти 200. Затем она направляется к Земле и входит в плотные слои атмосферы. Где-то на высоте 70-80 километров уже появляется свечение. Очень хорошо, наблюдаем падение ступени. И вот ступень, тормозясь в атмосферы, подвергаясь интенсивному нагреву, практически полностью разрушается. Летят до Земли отдельные фрагменты. И вот в этом и проблема определенная для отвода территории, большая территория надо для района падения отвести. В принципе, для второй ступени район получается длиной 100 километров, 120, шириной 50 километров. Для этого существуют у нас достаточно высокоточные локаторы, оборудование, которое отслеживает, куда это падает все. Соответственно, у нас имеется вся техника, которая необходима для того, чтобы туда подлететь. Это и вертолеты, и самолеты, и соответствующее оборудование, которое необходимо для того, чтобы это все погрузить и увезти. Впервые во время этого старта был применен специально созданный радар. Он засек падающую ступень на высоте 60 километров, как раз в момент, когда она начала разрушаться. Здесь видно характерное изменение структуры этого светящегося пятна, то есть происходит своеобразный взрыв. Радар засек даже число фрагментов, 64, и отследил полет каждого. Казалось бы, новая техника поиска и обнаружения не подвела, и Вилюйский район падения в республике Саха-Якутия можно открывать. Кюлекянь, крохотное село Вилюйского района, или, как говорят в Якутии, Улуса. Пять улиц, менее 500 человек населения. Как и столь от назад, эти люди, промышляя рыбалкой и охотой посреди непролазной тайги, привыкли полагаться только на себя. Я здесь ничем не занимаюсь. Я ухаживаю за перестарелым отцом, он ходить не может. На его пенсии живем, хозяйства нет. Этот Улус оказался на самой границе района падения второй ступени ракеты, стартующей с нового космодрома. Цивилизация всегда проходила мимо этих мест, а теперь словно внезапно обнаружила здесь людей и обязана обеспечить их безопасность. Но так случилось, что именно здесь сейчас речь зашла о восстановлении доверия к космонавтике. Существует там во втором кюлярском наследии фобия 58-го года. Тогда произошла авария ракеты Р-7 вблизи их территории. Население привлекалось для сбора фрагментов. Естественно, были военные, закрытость информации, никакой отсутствия, точнее отсутствия. И это породило за собой гигантское количество слухов и всевозможных фобий. Сразу действовать не будет. Через где-то 10-5 наши внуки, дети будут страдать. Гептил, говорят, у нас падает. Охотники правы. Гептил – это особо опасное токсичное топливо для тяжелых ракет «Протон». Но стартуют они только с Байконура. Однако экологи космодрома даже с такой проблемой уже легко справляются. Более того, сегодня подмечена закономерность. Чем ближе к старту, тем тех же сусликов и другой степной живности становится больше. Хотя из-за грохота и выхлопов ракет должно быть наоборот. На территории космодрома живые организмы гораздо лучше себя чувствуют, чем за территорией. По той простой причине, что там, во-первых, есть растительность, там сажают деревья, там нарушен рельеф. Но это приводит к неким холмам, изрезам, канавам, что очень нравится, где проще жить зверькам, скрываться от хищников. По этому заключению мы получили такое, что сам по себе космодром исключительно положительно влияет на окружающую среду. Сейчас мы работаем на боковом блоке «Д». Будем отбирать пробные почвы в месте удара. Проверка на заражение местности проводится всегда. Однако здесь эксперты космодрома работают без специальной защиты. Это упавшая ступень от безопасной ракеты «Союз». Такая же ракета будет взлетать и с Восточного. Эта ракета опасности никакой не представляет. Она работает на керосине. То есть не больше, чем тот же самолет. Топливо выгорает полностью. Получается экологически чистая ракета. Республика Саха-Якутия, казалось бы, идеальное место для обустройства районов падения. В Якутии всего проживает 950 тысяч населения. А по площади это 1 четвертая часть Российской Федерации. То есть менее одного человека на квадратный километр. И если учесть, что почти полмиллиона сконцентрировано в самом Якутске. Местных охотников, всех желающих, приглашают в вертолет для обследования будущего района падения. Это можно назвать народной дипломатией. А перегрузка? А не взлетит? Перегрузка оплачивается. Постепенно лед недоверия начал таять. И местные жители все больше верят, что благодаря космодрому их жизнь изменится к лучшему. Выпал снег, мороз уже за 15. А во-вторых, в кюляциях еще не включили котельную. Почему? Трубы, электроды, сварщик, вентиля нету. А вертолет завтра будет? Вертолет завтра будет. Вот это, по-моему, раз и прилететь можно. Просят, ребята, по пути возьмите, пожалуйста. А мы как раз летели туда для очередной встречи с населением. Туда можно добраться только по зимнику. Дорога еще не встала. Нам не привыкать. Так и помрем. Когда мы это дело все разгрузили, состоялась встреча, то, вернувшись в Якутск, нам сказали такую фразу. Ребята, говорят, то, что вы с ними встречались, они об этом забудут, если уже не забыли. Но вот то, что вы им помогли запустить котельную, привезли сварщика, привезли материалы для запуска котельной, это будут помнить всегда. Нужное дело, считай, скоро будет свой космодром. Да? Независимый. Сигнальные костры на башнях древних крепостей в окрестностях космодрома Байконур не зажигались, может быть, больше тысячи лет. В данный момент мы видим подтверждение легенды. Невооруженным глазом видно, что на трех крепостях зажгли сигнальные огни, ответные на наш. Такое ощущение, что здесь нет ничего, кроме древних руин. Но это не так. Жизнь современной, уже космической цивилизации бьется в полусотни километров отсюда, на перекрестке ракетных и земных трасс. Все дороги, да, здесь ведут в Байконур. Ну, даже вот направление. Все туда. Сворачиваемся! О джетеасарской культуре известно очень мало. Говорят, протекавшие здесь реки сменили русло. Вода исчезла, вместе с ней ушли караваны Великого Шелкового Пути. Города-крепости пытались выжить поодиночке, но это невозможно. Цивилизация исчезла. Чтобы выжить современному миру, как воздух, нужна высокая, объединяющая цель. 28 апреля 2016 года. Первый старт с Восточного. Экзамен не только для создателей ракеты и наземных служб космодрома. Проверка всей космической отрасли. К этому пуску приковано внимание всего мира. А вдруг что-то пойдет не так? Пуск! Ноль секунд. Причем контакт подъема двигателей центрального и боковых блоков ракеты-носителя. Вышли на режим плавной ступени тяги. Есть липы? Параметры системы установления ракеты-носителя в норме. Тангаш. Рысканье вращение в норме. Есть отделение боковых блоков? Есть отделение боковых блоков? Первая ступень. Параметры системы. Параметры системы. В нашу сторону летит. Так а куда же в другую сторону она могла полететь? Здесь, в Якутии, ждут падения второй ступени ракеты. Этот хлопок означает, что она вошла в атмосферу. Первый пуск, который состоялся в апреле, дам было достаточно сложно найти, потому что высота снега была достаточно большая. И тем не менее мы достаточно быстро обнаружили эти элементы. Вот найден первый фрагмент ступени, часть ее двигателя. Он сразу же был подвергнут экспертизе якутскими экологами на токсичность и радиацию. До запуска и после запуска абсолютно на всех мониторинговых площадках были проведены замеры мощности дозы гамма-излучения. Никаких изменений мы не зафиксировали. Дозиметры у нас показали 5-10 микрорентген в час при среднереспубликанском значении 11. Поэтому мы говорим, что все в пределах нормы. И вот этот невзрачный кусок металла становится экспонатом Вилюйского краеведческого музея. Очень важный момент. Он как точка большого пути от недоверия к пониманию. Маленький улуз большой страны по-настоящему ощутил себя ее частью. И строит теперь свои космические планы. Мы ему мечтаем, что рано или поздно Роскосмос нам подарит спускаемую капсулу, которую мы поставим в виде памятника. Я бы очень хотел, чтобы первый Якут, конечно же, был в космосе и в ближайшие годы. Очень хочу, чтобы это был, конечно же, наш величанин. Ну, посмотрим. И мы об этом мечтаем. Но иногда мечта сбывается. Космодромы, как и пирамида древних цивилизаций, строят на века. С Восточного готовятся старты новых пилотируемых кораблей. Уже рассчитаны трассы тяжелых ракет на окололунную орбиту и посадку на южный полюс Луны. Все со своими районами падения. Это значит, что скоро Восточный потребует, чтобы по-настоящему своим космодромом его считал каждый житель России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин